Единый государственный экзамен – это итоговая проверка знаний выпускников средних школ. От набранных баллов напрямую зависит их будущее и поступление в высшие учебные заведения. Именно поэтому ребята волнуются и переживают. О том, что делать, если вас охватила паника перед экзаменом, и как подготовить ребенка к этому испытанию, расскажет Елизавета Кабанова. 11 лет обучения в школе подходят к концу. Александре Каневой осталось преодолеть последний этап. Первый выпускной экзамен для нее пройдет уже 31 мая. Девушка решила поступать в медицинский вуз, поэтому сдавать ей нужно биологию, химию и русский язык. Для подготовки к экзамену она решила отправиться в библиотеку. Да, конечно, волнуюсь, потому что, ну, во-первых, очень волнительно из-за того, что сама атмосфера будет на экзамене достаточно напряженная. А также волнуюсь, потому что от этого зависит, ну, по крайней мере, ближайший год. Побеседовав с социальным педагогом из Центра ДАР, мы узнали, что дети подвергаются большому стрессу именно из-за мыслей о будущем. Поэтому поддержка родителей действительно очень важна. Безусловно, здесь нужна поддержка родителей, законных представителей, да, непосредственно на ребенку. Да, в школе это оказывают педагоги, да, психологи. А дома это должны оказывать родители, да. Ни в коем случае здесь, конечно, не стоит ругать ребенка, как-то наседать на него. Нужно следить за режимом работы и отдыха, не забывать о приемах пищи. Если выпускник испытывает сильный стресс, физическая нагрузка поможет его снизить. Также можно попробовать йогу, медитацию или прослушивание релаксирующей музыки. Сейчас у детей есть доступ к интернету, и психологические темы их интересуют. Поэтому для Александры подобная информация не была в новинку. Особенно нет, просто стараюсь не перегружаться, потому что, если много перегружаться, последует выгорание, и не хочется делать ничего уже. Стараюсь делать смену деятельности, то есть не заниматься целый день одним и тем же. А, например, пройти прогуляться, сходить в бассейн или хотя бы менять биологию, химию, русский, чтобы сменить деятельность. Но что же делать, если вас охватила паника прямо на экзамене? Психологи рекомендуют использовать методы самовнушения. Говорить, что всё будет хорошо, я много готовился или я обязательно сдам этот экзамен. Когда вы сидите на экзамене, тогда можно сделать релаксирующее упражнение, чтобы снять мышечное напряжение, эмоциональное напряжение, помассировать, например, руки, ноги, шею и сделать дыхательные упражнения. Можно использовать приём визуализации, то есть представить, в каком месте вам, например, было хорошо детализировать вот этот момент, вот эту ситуацию, может быть, какие-то действия. И тогда это поможет справиться с стрессом, с неким волнением, с тревогой. Негативный эмоциональный настрой родителей легко передаётся ребёнку и выливается в чувство тревоги. Именно поэтому важно обсудить с выпускником все варианты, которые могут произойти и дать понять, что всё будет в порядке при любом исходе. Я думаю, я или пойду в УСПА проще, или я пойду в колледж, или пропущу год, буду сдавать ещё раз, но я не знаю, я буду думать уже по ситуации. Телеканал «Север» желает выпускникам удачи на экзаменах. ЕГЭ – очень волнительное испытание, но жизнь на этом не заканчивается. Если есть знания и спокойствие, всё обязательно получится. Елизавета Кабанова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».